МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете ли вы, что приобретая одежду определенных цветов, мы тем самым формируем представление окружающих о себе? Говорят, руководитель серьезной компании при приеме сотрудника на работу обязательно обратит внимание на цветовую гамму его костюма. Что же нужно знать о разных оттенках и их сочетаниях, чтобы производить правильное впечатление? Можно ли заставить цвета работать на нас? Расскажем сегодня в нашей программе. Выбирая вещи в магазине, мы часто ориентируемся на моду, цену, практичность изделия и порой забываем о цветовой гамме гардероба. А зря. Причин здесь несколько. Во-первых, покупать, не думая о цвете уже имеющейся одежды, довольно расточительно. Наверняка у каждого дома есть вещи, которые, не найдя себе пары, так и остались забытыми. Поэтому совет профессионалов, подбирая обновку, думайте о том, с чем будете ее комбинировать. Скажем, если вы берете блузку, определитесь, какая юбка или брюки к ней подойдут. Цвета должны сочетаться. Но избегайте крайностей. Вещи не должны быть одного и того же цвета. Это будет выглядеть скучно, считают специалисты. Каждый цвет имеет психологическое основание, безусловно. Но это основание выросло из самой природы. Зеленый зимой как-то не встречается, и поэтому, если он встречается, он выглядит как-то интересно, потому что зелень бывает все-таки больше летом и так далее. И выросло несколько энергетичных таких цветов и более таких вот апатичных. А сочетание цветов бывает... Ну, несколько таких вот вариантов очень важных. Это все-таки композиция уже цветов. Композиция бывает ритмическая. Композиция бывает контрастная. Композиция бывает асимметричная. И вот сочетаются цвета. Композиция бывает фрактальная, когда там развивается какой-то цвет на теле, в одежде, в сумке, в туфелях и так далее. Но с красками важно не переборщить. Все-таки преобладать должен один, максимум два основных цвета. Остановимся на их значении, ведь выбирая определенную палитру, мы не только демонстрируем свой вкус, но и раскрываем внутренний мир. Цвет одежды особенно важен для детей, и родители должны это учитывать. В зависимости от возраста ребенка меняются и предпочтения в цвете одежды. Итак, какие тайны настроения может выдать гардероб? Вот пример. Если утром вы надели темную одежду, скорее всего, у вас плохое настроение. Если предпочли яркие цвета, вы на волне позитива. Помните об этом, если хотите произвести особое впечатление. Кстати, даже плохое настроение улучшится, если, несмотря ни на что, одеться как на праздник. Зная секреты разных цветов, несложно варьировать представление о себе в нужном направлении. Что же нужно знать о цветах и их сочетаниях, прежде чем переступить порог магазина? Некоторые психологи советуют не увлекаться черным. По их мнению, этот цвет подавляет и создает тревожное впечатление. Другие же эксперты уверены, именно черные вещи всегда в тренде. К тому же, позволяют модницам экономить. Например, если вы покупаете плащ, брюки или юбку черного цвета, большинство вещей в уже имеющемся гардеробе, скорее всего, прекрасно подойдут к обновке. Итак, основные правила. Основу гардероба должна составлять одежда нейтральных или приглушенных тонов. Добавьте яркий аксессуар, и вы убедитесь, что даже в недорогом наряде можно выглядеть стильно и элегантно. Будьте осторожны с розовым цветом. Это символ оптимизма и в то же время глупости. Не переборщите с ним, собираясь на ответственную встречу, а то вас просто не воспримут всерьез. Цвета доверия и спокойствия – голубой и синий, а от зеленого веет свежестью. В такой одежде вы будете излучать жизнерадостность и новизну. Кстати, еще лет 10 назад считалось, что яркие и насыщенные цвета подходят исключительно для весенне-летнего гардероба. Сейчас представления изменились. Мир перевернулся, потому что все эти синтепоны и дивные материалы, они сделались теплыми и разноцветными. Потому что раньше цвет участвовал в этом тепле. Дубленка была либо белая, либо черная, либо коричневая. Овцы, потому что другие не существовали. То есть была обусловленность другая. Сегодня в связи с этими новыми материалами невероятные, совершенно неожиданные цвета, неожиданные сочетания, они могут быть очень теплыми. В общем, если встречи неофициальные, возможны самые неожиданные цвета и их комбинации. Ведь правила и созданы для того, чтобы их разрушать. Цвет – мощное оружие. Главное, не обратить его против себя. Надеюсь, наши советы вам помогут. Изучайте азбуку потребителя вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова